Заседание Совета началось с утверждения плана на будущий год по вопросам социальной поддержки многодетных семей. По так называемой дорожной карте предполагается провести свыше 40 мероприятий. Это бесплатные посещения культурных объектов, оздоровительных лагерей, проведение консультативных работ по получению материнского капитала и других льгот по социальной поддержке. В том числе по реализации государственной программы и непосредственных мероприятий, которые будут в городе проходить с целью поддержки многодетных семей для развития, для приобщения, для облегчения жизни, для улучшения их эмоционального и финансового состояния в городе Сочи. В ходе заседания обсудили вопрос выделения земли. На данный момент определены два участка площадью 12 и 15 гектаров в селе Верхненеколаевское Адлерского района и в поселке Кудепста. До конца года будут разыграны контракты среди подрядных организаций на ведение работ по благоустройству территории, а также выполнению проекта планировки и межевания. Основная проблема в решении вопросов по предоставлению участков многодетным заключается в том, что на балансе города нет больших территорий для освоения, много участков краевого и федерального значения. Сейчас обсуждается возможность передачи города земли в селе Раздольное и на северном склоне Бытхи. Еще одной из важных тем обсуждения стало создание общественной организации многодетных семей. В нее войдут около тысячи инициативных сочинцев, которые хотят вступить в программу социальной поддержки. Для многих, во-первых, это ипотечное кредитование по льготным ставкам для построки дома. Во-вторых, для кого важно, это разные льготы небольшие. Допустим, проезд бесплатный, питание в столовой, для детей. Такие вопросы основные. В основном, это, конечно, жилищные проблемы у людей решаются. Таким образом, проблемы, с которыми сталкиваются многодетные семьи, будут решаться не только в ходе заседаний совета, но и с привлечением общественности, которая будет предлагать свои варианты поддержки. Татьяна Нагорская, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.